Добрый день всем любителям дартс! Добро пожаловать на канал Дяди Сэма! Сегодня мы с вами отправляемся в чудеснейший, замечательный южный город, столица Южного Урала, город Челябинск, где у нас в рамках завершающего сезона в 2022 году, однако сезон 2021 года, это Лига Челябинска, последняя игра, в финале которой встретятся у нас два Дмитрия, два Димона, чемпиона. Первый из них только что бросал, разыгрывал начало матча Дмитрий Ситкарев, чуть-чуть не попадал в центр, ну а второй в центр все-таки попал, это Дмитрий Горбунов, уже не безызвестный постоянным зрителям этого канала. Небольшой, краткий путь обоих героев только что был показан на ваших экранах. Если Горбунов с небольшими проблемами пробрался к финалу, то Дмитрий Ситкарев наградил двумя сухарями своих оппонентов, прежде чем достиг последней решающей стадии этого турнира. Призовой фон 12 тысяч рублей получит сегодня один из этих игроков, кто первым достигнет рубежа из двух побед. Но не спешите смеяться, конечно же не двух побед по лейгам, а двух побед по сетам, собственно о чем и говорит нам плашка на ваших экранах. Дмитрий Ситкарев сразу же начинает с максимума, показывает все свои козыри, выкладывает их на стол, нисколько не смущаясь, ибо играет у себя дома, и мотивация как никогда запредельно высокая. Не будет просто тут однюдь совсем Горбунову, постоянному гостю. Редко кто приезжает в Челябинск из других городов, из далеких особенно. Дмитрий у нас далековато, конечно, среди всех участников географически располагается, но все-таки соизволил приехать и пробрался в этот раз в финал. Почему в этот раз? Потому что Лига Челябинска играется уже третий сезон подряд, и в 2020, в силу естественных причин, о которых все знают, мы довольно-таки интересно подошли организаторы к названию турнира, вернее, к награждению в 2020 году, обозначили победителем турнира тот самый ковид-19 стал чемпионом Лиги Челябинска в 2020 году. Ну что-то я уже довольно-таки долго говорю на отвлеченные темы, тем временем у нас Дмитрий Ситкарев уже сразу же выходит на окончание 30 после 4 подходов, причем начинал он не на своем начале этот матч, вернее, этот лэг, Дмитрий Горбунов далеко в отстающих, наверняка 180 были хорошим подспорьем для Ситкарева. Ну что, три дротика на то, чтобы закрыть удвоение 15, хватает одной попытки Дмитрию, и, собственно, сейчас он будет начинать второй лэг первым. Тут же к Горбунову подходит тренер, высказывает свое недовольство, показывает ему даже кулак, а тем временем Дмитрий Ситкарев на этом фоне продолжает штамповать максимумы. Еще бы, дома родные стены помогают, по-моему, Горбунов находится в легком нокдауне после столь шикарного наезда от Ситкарева в двух лэгах. Первый же подход, снова возможность выйти на 9 дротиков. Получится ли у Дмитрия в этот раз? Между прочим, Дмитрий Ситкарев наряду с Александром Башариным в Челябинске закрывали за 9 дротиков. Если Башарин делал это в официальном турнире, то Ситкарев сделал это все-таки на тренировке. Так что, знакомая ему ситуация, как поражать, вернее, выжимать максимум из мишени. Любопытное сочетание в челябинских мишенях. Мишень Нодер, как видим на ваших экранах, оболочка от компании Винмао. Так вот, возвращаясь, пока у нас игра немножко успокоилась, к победителям турнира Лиги Челябинска, если в 20-м, как я уже сказал, чемпионом был назначен ковид, с юмором подошли организаторы, то в 2019-м тот самый Найндартер Александр Башарин стал триумфатором этой самой Лиги. С первопроходцем, так сказать. Какие-то проблемы возникли у судьи этого матча Владимира Горшкова. Находится он далековато от мишеней и судит на планшете, на сотовом телефоне у Горбунова. Видимо, опыта побольше в судействе финальных поединков, в том числе и с IT-техникой. Сейчас быстренько, надеюсь, все-таки ребята уладят эту проблему, возникшую внезапно. Тоже бывает иногда, кстати, вот чем хорошо бывает судейство на некоторых турнирах. Специально делают ответственные матчи, на бумаге судят, как раз-таки, чтобы избежать вот таких вот ситуаций. Потому что техника есть техника и в какой-то определенный момент может все-таки она подвести, дать сбой. Или просто закончится заряд аккумулятора. Тоже бывали и такие случаи, и вот такие паузы вынужденные могут негативно отразиться на ходе игры. Не каждый игрок способен делать такие долгие промежутки. Но у Дмитрия Ситкарева с этим все в порядке. Такие паузы ему нисколько не помешали выбить очередную сотню. Накинул по соточке. Горбунов. Существенное отставание по очкам во втором лэге. Нужно как минимум два утроения, чтобы оказать давление на своего оппонента по финальному матчу. Одно-таки Дмитрий цепляет и выходит на одно из своих любимых окончаний Лондон. 141. Тем временем Ситкарев имеет возможность оформить счет 2-0. Недоволен. Прямо такое громкое расстройство демонстрирует нам Дмитрий. Ведь мог повезти в матче. Но не вижу особого смысла так сильно расстраиваться. Наверняка будет еще одна возможность подойти к рубежу. Все-таки 141. Хоть и любимое закрытие, но отнюдь не самое простое. Даже до Горбунова. Получится у него или нет? Три дротика. Начнет по традиции наверняка с 17-го сектора. Не будет себе изменять. Эх, миллиметр, конечно, его отделил от попадания. В требуемую цель. Но все-таки задел кое-какой Дмитрий сделал. И давление на Ситкарева должно быть. Три дротика на удвоение 10. Первый снова миллиметр просто. И все-таки, да, занервничал, возможно, Дмитрий. И Дмитрий подходит к рубежу. Вот так у нас два Дмитрия. Буду комментировать по возможности и коротко. Так что, надеюсь, вы сможете различить одного Дмитрия от другого. Горбунова. Последний шанс спасти этот лэг. Наверняка не справляется Дмитрий. И Дмитрий снова у нас в рубеже. На этот раз три возможности, чтобы повести в лэге 2-0. И вторым дротиком действительно Дмитрий закрывает. Берет свое начало. Лэг на своем начале. И посмотрите, статистика у нас на три дротика. Довольно-таки существенный перевес у Ситкарева. Не знаю, как выправить эту ситуацию. Горбунов, конечно, сейчас нужен максимум. Который, возможно, сейчас Ситкарев нам покажет и в третий раз. Нет. В этот раз все чуть хуже в исполнении Дмитрия. И Дмитрий у нас попив водички, возвращается к рубежу. Будет масло масляное в сегодняшнем репортаже. Тоже еще один интересный факт этого противостояния, что Лигу Челябинской организовал как раз-таки Дмитрий Ситкарев. А Дмитрий Горбунов у нас, по счастливой случайности, оказался организатором Лиги ЛНЛ. Вот так вот два организатора. Битва организаторов у нас. О, возможность выхода на максимум третьем. Леги для Ситкарева чуть-чуть не началась успехом. Но все равно, даже после этого подхода, уже далековато отрывается от своего преследователя. Панова не на своем начале. Хорошее преимущество. Горбунов один тревел цепляет. Но все-таки один тревел это не два. А против Ситкарева, как минимум, нужно двойками пулять. Иначе не видать победы в лаге, как своих ушей. Только через зеркало. Что придумает у нас Горбунов? Первое попадание есть. Должен выйти на хорошее окончание. Дмитрий 127 себе оставил. Можно было, конечно, опуститься вниз. Тогда было бы 126. Через 19-й тоже можно играть. Но Горбунов все-таки предпочитает 20-ку. И начнет, как по традиции, сверху мишеней. Еще раз удостоверяется Горбунов, все ли правильно у судьи. Кстати, тоже немаловажный момент. Новичкам очень пригодится данный поступок использовать на практике. Особенно, когда решающие стадии матча. Очень важно проверять, что написано у судьи в протоколах. Если он судит на бумажке, либо на смартфоне, если судит как раз-таки на телефоне. Чтобы не возникло непонятных недоразумений. А то, что они бывают и возникают, это можете мне поверить на слово. Потому что проходил через такие ситуации не раз Горбунов. Но на этот раз все четко сработано. С первым же дротиком закрывает Дмитрий удвоение 18-го сектора. Весьма неожиданное довольно. Нетрадиционное и часто используемое закрытие в таких поединках. Вот у нас какая-никакая интрига в матче зарождается. Сидкарев даже усом не повел. Тут же снова накинул по соточке. И должен сейчас чувствовать себя гораздо увереннее, нежели его соперник. В сегодняшнем финале у нас, кстати, о соперниках. В финальном поединке у нас приняло около 20 человек. Причем некоторые места, чтобы попасть в финальную пульку. 4 группы по 4 человека проходили еще предварительный отбор. Так что у нас с часу дня и вот уже на часах практически 8 вечера. Все господа находятся в прекрасном заведении на третьем этаже. Комплекс авиаторы в баре Белый Лев. Вот так вот, увеселительное заведение. Именно здесь решили организаторы провести финальный батл. Неплохо здесь тоже по ходу всей игры, всего турнира проводили время оставшиеся игроки. Так, старая школа. Иногда смотришь тоже, как еще в прошлом веке, в 1990-х годах прошлого века в дартс играли в английских пабах. Тоже такое гламурная такая атмосфера этих заведений. Пошли. Кляпнули увеселительного напитка и тут же продолжили играть. И так по ходу всего турнира весело проводят время господа и дамы. Ну что, Горбунов у нас сейчас может выйти на хорошее окончание, если попадет в трэбл. Не попадает, но тем не менее сокращает отставание от своего соперника. Ровно сейчас идут игроки, несмотря на то, что Ситкарев начинал этот лэг первым. Снова играет через 19-й. В принципе, все правильно делал. Вышел на 90-е. С математикой у Ситкарева все в порядке. Не первый раз он играет уже в финальные матчи. Кое-какие титулы все-таки у Дмитрия имеются в загашнике. Горбунов, была попытка закрыть. 146, я правильно понимаю? Ой, 154. Что-то сам ошибаюсь я. Неправильно посчитал. Два топса. Кто вперед? Дмитрий или Дмитрий? Горбунов. ВН10. Последний шанс спасти ситуацию в матче. И Дмитрий все-таки спасает. Максимально оттягивал конец этого лэга. Так сказать, увеличивая напряжение от дротика к дротику. От первого до третьего. Ну что, счет у нас 2-2. И все приходится начинать сначала. Но зато какой психологический бэкграунд у обоих игроков. Если Горбунов, проигрывая 0-2, сделал ничью, то Ситкарев, выигрывая 2-0, добрался до ничьей. Представьте психологическое состояние того или другого Дмитрия. И попробуйте поиграть в разных психологических вот таких вот сетапах. Горбунов снова попытка поразить утроение 20-го сектора не увенчалась успехом. Всего лишь 60 после очередного подхода. 346. Что придумает Ситкарев? Давненько мы не видели максимума в его исполнении. Пятый лэг уже играется игроками. И сейчас кто-то из них оформит первую победу в лэге. Ой, в сете уже по 2 победы в лэге они уже одержали. И сейчас, как бы ни сложился итог этого матча, лэги у нас обнулятся, а количество единичек у кого-то из игроков увеличится по сетам. Как я уже сказал, победу в матче одержит тот, кто одержит 2 победы в сетах. Горбунов этот матч начинал первым, но пока испытывает проблемы в завершающем лэге дебютного сета этого матча. 146. Не самое плохое окончание. Что придумает Ситкарев? Потому что Горбунов первый уже вышел на закрытие. Если не промахнется мимо утроения, возможно завершит этот поединок в свою пользу. Зрителям, кстати, на финальном матче осталось не так уж много, как было в самом начале в течение всего игрового дня. Логко, хорошо. Сейчас Дмитрий играет 110 в наборе и 36 в окончании. На тренировках Дмитрий активно отрабатывает. И удвоение 18 тоже по статистике у него гораздо лучше поражается удвоение 18, нежели удвоение 20-ки. Так что проверим, насколько статистика работает на финальных поединках. Вот так вот. Видите, пока у нас игроки набрасывают дротики в мишень, туда-сюда шастают игроки с кружкой увеселительного напитка. В баре Белый Лев. А тем временем Дмитрий у нас предпринимает попытки поразить удвоение 18-ки. И безуспешно, посмотрите, насколько рево просто вонзается третий дротик. Дмитрий Ситкрев не ожидал столь щедрого подарка от своего конкурента по финалу. Что-то он там такой теребонькает какую-то ватную подушечку. Видимо, чтобы чуть-чуть влагу с рук убрать. Смотрите, все правильно делал Дмитрий. С первой же попытки поражают удвоение восьмерки и одерживают первую победу в первом сете. Осталось одержать всего лишь одну. И тогда праздновать чемпионство в Лиге Челябинска сезона 21-го года, который проходит уже в конце января 22-го. Вот так вот затянулся у нас этот самый турнир Лиги Челябинска. Снова недоволен Ситкрев измерить, как просто яростно выбрасывает руки кверху. За что? Господи, ведь все делалось правильно. Да, действительно, Дмитрий Ситкрев у нас гораздо эмоциональнее, нежели Горбунов. У Горбунова в плане игрового опыта побольше, участие в финальных поединках уж. И одну собаку, что называется, съел на таких матчах. Как-то чуть послабже реагирует, даже несмотря на свои промахи. А чего-чего, все-таки промахов у Горбунова достаточно. Но не в этом подходе. 140. После второго подхода празднует Дмитрий. Чем ответит Дмитрий? Утренний поразил. Наверняка будет еще одно. Нет, все-таки очередную соточку накинул Ситкарев. Но поможет ли ему это? Сейчас вот посмотрим. На этот раз все-таки Горбунов перехватывает инициативу в матче. Не на своем начале уже опережает своего соперника на 60. На 60 набрал, на 60 и опередил. Вот так вот все незамысловато. Дмитрий Ситкарев. Ситкарев. Начинает через 20 играть. Все-таки в отличие от Горбунова, тоже не стесняется опускаться в 19 сектор. Тоже у нас такое противостояние двух школ, можно сказать. Будет любопытно, конечно, сравнить результаты. Пока что у оппонента в черно-зеленой футболке. Результаты получше, судя по табло на ваших экранах. Первым выходит Дмитрий на окончание. 156. Совершенно классное закрытие. Два раза по 60. И последним можно отправлять в удоение 18. Дмитрий у нас 125. Праздновает. Смотрите-ка, серьезнейшее давление. Оказывает на психику своего оппонента. И похоже, давление такое имело место быть. Первый дротик явно летит не туда. И снова недоволен своим подходом Дмитрий. 61. Очень часто профессиональные игроки играют через центр мишени. Данную комбинацию чищил. А вот Дмитрий пытался через 15. Неудачно, не может попасть даже в сектор. Он все-таки на топс выходит. Вновь безрезультатно. Играет с огнем сейчас Горбунов. Один раз он уже мимо даблов кидал в первом сете. Ничем все закончилось. Мы с вами уже знаем. Достаточно все трагично. Еще один шанс будет у Горбунова поразить удвоение 10. Вот так вот улетает в 15 сектор. Не все ладно. С руками у Дмитрия улетает пятерку. Как же так можно дарить такие подарки организатору Дарст Лидии Челябинска? Уж кто-кто. А Дмитрий-то знает, что второго подарка может быть и не быть. И по максимуму использует предоставленную возможность. 58 закрывает Дмитрий. И счет уже 1-1. И по сетам и по лэгам. Вот так вот все печально складывается для Горбунова. Зато для Ситкарева все просто великолепнейшим образом сложилось. У нас в студию съемочную финального поединка зашел Юрий Залев. Который потерпел поражение как раз таки от Ситкарева на пути к финальному поединку. 5-0 проиграл. Бывает и такое, да. Когда в одной схватке встречаются два высококлассных игрока. Никогда не знаешь как сложится поединок. Все может произойти очень скоротечно. Когда один из игроков набрал хорошую форму. Именно к текущему моменту. Либо может заруба быть просто, что называется, до самого последнего дротика. Максимально возможным счетом. Горбунов накидывает по соточке. После очередного подхода. Проигрывает 0-1 по сетам. Проигрывает 0-1 по лэгам. Абсолютно трагичная картина. Для игрока из Нового Уральска. Все-таки Дмитрий не впервые участвует в подобных поединках, как я уже говорил. Бороться умеет. Получится у него в этот раз. Сейчас он все-таки будет у него возможность продемонстрировать. Смотрите, на своем начале сейчас довольно-таки существенное отставание. Ситкарев внезапно делает паузу в игре. Пропадает у него неожиданное утроение. В этом лэге, что мы с вами наблюдаем, еще ни одного утра не было в его исполнении. А вот Горбунов все-таки нет-нет от времени. Периодически подкидывает. Пытался сейчас сыграть через булл. Дмитрий не совсем понятно, что он пытался изобразить. Наверное, сам он и не объяснит. По прошествии такого времени. Зачем играть было через центр мишени и третьим дротиком, не совсем я понимаю. Сейчас. Ситкарев еще далековато. 222. И не стал играть сейчас. Хоть Горбунов через булл. Хотя возможность была все-таки. 81 позволяет выйти третьим дротиком на центр мишени. Чтобы завершить лайк в свою пользу. В этот раз довольно-таки прагматично Горбунов играл. Ситкарев наконец-то выходит на окончание. И вот сейчас уже у Дмитрия три дротика на то, чтобы поразить удвоение 16 сектора. И самое лучшее время затягивать этот поединок. Дмитрий это отчетливо понимает. И со второй попытки все-таки справляется с одним из удвоений. Похоже, второй, ой, уже третий лэг в этом матче Дмитрий выигрывает. Но пока что всего лишь 1-1 во втором сете. И сейчас уже приходится увеличивать темп набора очков. Иначе не на своем начале могут быть проблемы у Горбунова. Статистика по количеству затраченных дротиков на ваших экранах. И Горбунов все-таки действительно наращивает темп. Еще два утроения. Двадцатки поражены. 121 очко кладется всея в копилочку. Наверняка у нас важная возникнуть интрига в этом матче. Для пущего эффекта нам нужен контент. Что называется для канала. Всегда интереснее все-таки наблюдать в борьбу. Нежели как один из игроков растаптывает буквально в ноль другого. Тогда действительно не особо большого интереса возникает просмотр таких поединков. У большинства, конечно, зрителей, потому что есть любители всякого зрелища. Но гораздо интереснее посмотреть, когда все непредсказуемо. Это, кстати, американские горки или качели, как хотите, называйте. Туда-сюда тяни, толкай. Кто перетянет этот самый канат? Куда-то меня уже заносит в своих комментариях. Мы играем в Дарса. У меня про канаты почему-то картина всплывает. Горбунов. Самое время выходить на хорошее окончание. На Шанхай выходит Дмитрий. Сидкареву было бы неплохо сразу максимума начинать этот подход. Два раза он уже в этом матче продемонстрировал свои способности. Но даже вот последнее утроение не обеспечило ему хорошего окончания. Даже выхода. А Дмитрий не может попасть даже в сектор 20. Небольшая пауза с подсчетом. Вот так вот. Давайте мы с вами посчитаем. Первый дротик уходил в утроении 5. Просто вот действительно в панике сейчас небольшой Горбунов. Буквально все перемешалось в голове. Не отрабатывал явно такую комбинацию чисел на тренировках Дмитрий. Потому что есть такая замечательная фраза. В критической ситуации уровень ваших способностей отнюдь не поднимется на ту высоту, которую вы хотите. А опустится до уровня вашей подготовки тривиальной. Вот если вы играли такую комбинацию. 120 через утроение 5. А потом еще через утроение 12. То вы будете сразу знать что делать. А вот Дмитрия явно с этим были проблемы. И отсюда забуксовал. Непривычный шаблон. Разрыв шаблона как говорится. Пробежал перед его глазами. Но тем не менее. Небольшой диалог судьей. Все таки вывел его на удлинение 16. И снова не промахивается Горбунов мимо этого удвоения. И счет у нас во втором сете 2-1 в пользу Дмитрия. И теперь Дмитрий же начнет этот лэг первым. Я конечно же говорю про Горбунова. Девятый лэг уже по счету во всем поединке. И четвертый во втором сете. В принципе сейчас довольно таки неплохо складывается картина для Горбунова. Один брейк уже был сделан. И сейчас дело техники. Прошмыгнул снова с увеселительным напитком тренер. Видимо показанный в самом начале дебюте этого матча кулак. Произвел неизгладимое впечатление. На последствия которые могут возникнуть для Горбунова после этого матча. Дмитрий пораскинув над всеми возможными вариантами. Пришел к выводу, что лучше все-таки одержать победу. Но получится ли? Ситкарев. Одна сотня уже была. Брошена, но на этот раз чуть-чуть безуспешно. Устремляется в погоню Дмитрия за Дмитрием. Два Димона чемпиона. По-прежнему продолжают калашматить друг друга в утроении двадцатки. Ну периодически опускается в девятнадцатый. И даже Горбунов это может поразить утроение девятнадцати. Фантастика просто. Насколько редчайшие события мы с вами дорогие друзья наблюдаем. Можно даже занести в памятный протокол. Горбунов поразил утроение девятнадцати. Где же это видано? Не часто такое встретишь. Но тем временем двести двадцать три. Сейчас грамотно нужно посчитать. Закатывает глаза Дмитрий кверху. Притянул. Что к чему? На сто тридцать четыре все-таки выходит. Дмитрий продолжает стомповать утроение. Уже два поразил. И третий раз. Три утроения за один подход. Великолепнейший. Но тем временем, тем не менее, вернее, это сто двадцать три всего лишь. Если бы этот репортаж был чисто из аудио, то извините, что я разрушаю вашу картину, которая представлялась три утроения. Это, как правило, представляется сто восемьдесят или сто семьдесят один. Тем временем, Горбунов оставляет себе топс. Хотя была возможность все-таки. А какая была у него возможность? Тоже я немного отвлекаюсь в ходе репортажа. Три дротика на то, чтобы поразить удвоение двадцатого сектора. И не справляется Горбунов. Подарочки, подарочки. Для Ситкарева неплохой шанс. Количество зрителей у нас потихонечку увеличивается. На один, на два человека. Зрители у нас ходят то туда, то сюда. Не так уж много места на рубеже. Для двоих игроков только хватает. Тем временем, в матче Горбунов у нас устанавливает, вернее, возвращает интригу в этот матч. Одерживает победу в третьем лэге. А счет по сетам у нас становится один-один. И теперь каждый сет может стать последним. И он действительно не станет, потому что играем, как я уже упоминал, до двух побед. Теперь кто одержит победу в последнем решающем сете? Вновь какие-то переговоры с судьей матча. Судья матча у нас сегодня Владимир Горшков. Играли сегодня Дмитрий Горбунов как раз-таки с Владимиром в групповом этапе тоже. Ноздря в ноздрю, что называется, сыграли. Очень плотно. Горшков очень хорошо играет в дартс. Многолетний просто опыт. Феноменальный. И в начале своей карьеры Дмитрию... Дмитрию не позавидуешь, конечно, когда он сталкивался с таким соперником, но время течет. Все течет, все изменяется. Горбунов чуть-чуть все-таки прибавил в своем среднем наборе, что и позволило сегодня одержать ему победу над одним из грозных челябинских соперников. Возможность выхода на максимум для Горбунова. И есть таки! Первый раз распечатывает самое максимальное закрытие Дмитрий. Какой уже третий по счету максимум в этом матче, который демонстрируют нам игроки. Дай бог, не последний. Все-таки Ситкарев два раза поражал. Для соблюдения баланса было бы неплохо, если Горбунов бы еще один максимум накинул в этом матче. Но все-таки во втором подходе испытывает проблемы Дмитрий. Два дротика отправляются в нужный сектор, а один совсем практически в молоко. Именно так у нас называется единица. Все равно, что ноль. Ситкарев Дмитрий тоже недоволен своим подходом. Буквально расклеивается игра, несмотря на первые 140. Вернее, 140 в первом подходе. Дальше все весьма плачевно. Горбунов накинул по соточке и выходит на 124. Не самое плохое окончание. Неудачно брошенный дротик вынуждает Дмитрия перемещаться вдоль рубежа. 197. Даже если Горбунов сейчас промажет, все равно у него будет возможность вернуться к рубежу еще один раз, потому что Ситкарев 197 точно не закроет. А вот Дмитрию дротик мешает, но он, тем не менее, принимает решение не смещаться вдоль рубежа. Хотя можно было и в 19 опускаться, оставляя себе 65. Но, как мы уже поняли, Дмитрий не очень любит играть через удвоение 20-го сектора. Сейчас будут наверняка выходить через 16 на 32. Все по классике делает Дмитрий. Уже удвоение 16 ему сегодня не раз поддавалось. И на этот раз не промахивается Горбунов. Смотрите-ка, по среднему набору постепенно Горбунов прибавляет и прибавляет. А Ситкарев все-таки низ, низ, низ. Пока динамика отрицательная. Неужели Дмитрий упал духом? Я про Ситкарева сейчас. А Горбунов готовится нанести очередной удар по утроениям 20-го сектора. Что-то отвлекло его. Какие-то внешние диалоги и разговоры. Вновь у нас судья вступает в диалог с игроками. Опять какие-то проблемы со смартфоном. Ненужные. Но он даже, несмотря на такую паузу, Дмитрий все равно уверенно поражает 20-ку. Мне на своем начале вновь преимущество. Что придумает у нас Дмитрий. По-моему, одно утроение все-таки зацепил. Насок по соточке накинул. Пускается в погоню. По-моему, самое время действительно. Дмитрий только готов был бросить дротики. Но опять пауза вынужденная. Официант бара Белый Лев у нас забирает опустошенную тару, которая была еще полной буквально несколько минут назад. У нас на протяжении всего игрового дня, как я уже говорю, игроки себя подогревают. Потому что они пришли не просто поиграть в Дарс, но и прекрасно и весело провести время. В этом замечательном заведении. Ну и по пути возможно выиграть призовой фонд, который, как я уже упоминал, выше 12 тысяч. Получит у нас сегодня победитель. И 6 тысяч рублей получит игрок, занявший второе место. Финалист турнира Лига Челябинска сезона 2021 года. Весь призовой фонд у нас аккумулируется, вернее аккумулировался, собирался из призовых, да, из взносов за участие в матчах. А Лига у нас играется в Челябинске из 6 этапов. И вот на протяжении 6 этапов часть взносов как раз таки отправлялась в финальную копилку. Призовых мест у нас несколько. Игроки уже оставшиеся места 3, 4, 5 уже разыграли давным-давно. И располагаются в зрительном зале, пытаясь разобраться, чем же закончится последний финальный поединок этого матча, этого турнира. И Ситкарев у нас 140 набросил. Шикарный просто переезд на финише своего оппонента. Насколько справится с таким неплохим ударом Горбунов. Не справляется, всего лишь 54. Лишний раз показывая, судей действительно, чтобы зафиксировал он этот самый результат. Ситкарев, еще одна возможность выкинуть максимум. Не стал кидать максимум. Дмитрий оставляет себе... Вернее, даже пытался закрыть 144, что ли? Ничего себе. Я как-то проморгал этот момент. Отвлекся больше на зрительный зал, нежели на то, что кидает игрок. Ну что, 12. Именно сейчас нужно, когда еще больше, как не на своем начале, переводить матч в равный по счету по количеству выигранных лэгов. Получается, внутрь мишени кидает оба тротика Дмитрий. Вот это подарок, так подарок. Нужно за такое наказывать. Горбунов, 127. Без утроения будет сложно это сделать. И точно не сделает это Горбунов. Хороший. Возвращает подарок Дмитрию Дмитрию. Будет закрываться Сталинградом Ситкарев. Триумф. Кубок. Лиги Челябинская. Уже должен маячить перед глазами у Дмитрия. И, возможно, он и маячит, но... А что еще могло сбить с хорошего, правильного броска этого игрока? Очередной раз мимо цели кладет все три тротика Дмитрий. Что придумает Горбунов? Что, снова выходит? В длине 16. Как-то странно он играл, если честно. Обсчитался, что ли? 48. Я обсчитался. Отвлекает его еще маркер на мишени у нас Александр Башарин решил помочь игрокам. Видимо, раз бывали какие-то затыки у судьи матча во время набора очков. Так что Александр у нас решил исполнять роль объявляющего, как на чемпионате мира стоит возле мишени. Маркер, который, собственно, и произносит слух набор. 16 набирает Дмитрий. Вдвоение 8. И это оказалось закрытием второго лэга. Третьего сета. И теперь каждый лэг может стать последним. Довольно-таки быстро перевел этот поединок в свою пользу Горбунов. Что, будет максимум, что ли? Действительно. Накидывает максимум в самом начале. Есть возможность закрыть за 9 дротиков. Этот лэг будет тогда действительно финальным и последним. 2-2 у нас по максимуму между этими игроками. Ситкарев устремляется в погоню. Мало-мало. Когда один кидает 3 утроения, другой 1. Одно. Это все равно очень большая разница. Горбунов тоже не промахивается мимо утроения. Лишь только третий дротик кладет мимо цели. Всем бы такую цель, да? Поразить даже иногда 20-й тоже весьма неплохо. Но не в этом матче, дорогие друзья. Все-таки это финал Дартс Лиги Челябинска. Ситкарев. Понимаю, всю безвыходность сейчас ситуации. Отступать некуда. 140 накинул. Но все-таки 180 в самом начале этого лэга для Горбунова. Были классным подспорьем. Все равно не выходит на закрытие. Вот так подарок. Вот это можно сейчас точно назвать подарком. Сейчас 100. Если бросит Дмитрий, как раз-таки выйдет на 161. А потом и 161 можно закрыть. Почему нет? Но вряд ли все-таки это будет давление на Горбунова. Слишком все-таки большое окончание. Что придумает Дмитрий? Первый раз он уже промазал. Мимо утроений в одном из подходов. Сейчас снова, прикинув все за и против, решил выйти все-таки на 130, а не на 128. Если бы играл через 20 сектор, как уже по привычке. Сидкарев выходит на 106. И самое время попадет в утрене. Так и есть. Еще одно утрене нет. Булл для Горбунова. Хо-хо-хо-хо. Вишенка на торте просто в этом матче. Вот так вот, говорит, все просто. Если уж выигрывать Лигу Челябинска, то только таким суровым образом. 130 закрыл Горбунов в оконцовке этого матча. Поздравление, естественно, от тренера. Хо-хо-хо. Но мы все, конечно же, помним. Тот самый пресловутый кулак в самом дебюте этого матча. Пожалуй, Горбунов от которого на этот раз не пострадает. Вот сам показывает Горбунов кулак. Хо-хо-хо. Тренер тут же пошли шуточки за 300. Говорит, не попал. Ничего подобного. На камерах все, дорогие друзья, у нас, естественно, зафиксировано. Последние попытки разобраться, затянуть этот матч подольше. Видимо, хочется зрелищ. Продолжение банкета, что называется, для зрителей этого матча. Ну а у нас все-таки турнир закончился. Победил в нем Дмитрий Горбунов. На сегодня все, друзья. До встречи в следующих репортажах. Адьос, амигос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...